Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл по программированию контроллера FWR. В лице контроллер от Mega 8 и работаем над управлением показаниям часов реального времени Dallas 1307. Ну на прошлых занятиях мы с вами опросили первую кнопку и она у нас теперь переключает режим. Дальше нам нужно опросить остальные две кнопки в определённых местах, чтобы она в данных режимах меняла показатели RTS. Ну вот. Как же будем это всё делать? Вот мы здесь вот с вами опросили первую, если то есть она у нас с вами не нажата, продолжаем работать с датой. Сбрасываем статус и опрашиваем теперь второй и третьей кнопки. Ну раз уж у нас это всё приблизительно точно также делается, то просто мы поменяем вот здесь вот циферки и всё. Значит дальше мы с вами наверное не будем хромоздить сюда код, дальше уже некуда. Давайте давайте с вами придумаем функцию. Вот здесь вот местечко для неё застолбим. Назовём мы её modify rtc, что логично. Она нам с вами ничего не вернёт. Но в себя она пару показателей я так думаю примет. Ну я думаю они будут достаточно для них обычного чара символьного однобайтного. Ну первая у нас будет переменная. Назовём её индекс. Вот она будет отвечать в каком именно режиме мы собираемся с вами менять показания даты или там месяц или секунд. Вторая соответственно отвечать переменной будет за направление изменение изменения. Это будет direction. Давайте наш направление. Наш direction. Хорошо. Вот такая функция. Ну раз она нам будет заниматься изменением, то вот эту вот мы сюда пока положим. Установка времени. Просто здесь она у нас тупая установка. Какое мы время с вами задали такое установится, а здесь уже будет интерактивные. Ну вот это у нас они вещи, так сказать, постоянные. Вот. Ну так как первым делом мы с вами меняем вроде бы дату, то и оставим дату. А остальное всё у нас будет делаться в циклах. Ну где-то у нас тут с вами не закрылось. А, ну мы циклы то с вами начали, но реализацию их не написали. Скобок нам не надо будет никаких, то есть мы будем просто-напросто с вами сейчас вызывать функцию ModifyRTC. Ну и здесь мы с вами напишем 1, 0. Вот так. То есть это будет у нас с вами дата. 1 – это у нас дата. А 0 – это соответственно назад. Хорошо. Ну и что-то наподобие будет вот здесь при нажатии третьей кнопки. Только будет у нас 1 – вперёд. Всё. И подобные вещи мы должны с вами воткнуть в каждую, так сказать, процедурку отслеживаю. Отслеживание режима работы. Вот. Вот здесь мы по-моему всем этим занимаемся. Так, это сегодня недорого, да? Месяц. Ну и будет двоечка. Отлично. Пошли дальше. Поход. Второй недель. Четвёрочка. Дальше. Идём. День недели. Четвёрочка. Задим. Часы. Это будет пятёрка. Часы и так хорошо. Минуты шестёка. Ну, соответственно, если кто-то не успевает, можете ставить на паузу. Это понятно, что вам говорить. Раз вы попали на урок по программированию, я думаю здесь все мыслящие люди. Вот. Ну, плюс ко всему напомню, что, как правило, я в конце каждого занятия свой код выкладываю на сайт и даю в описании к видео. Ссылочка на него, но тут не назад, вперёд. А, наверное, если нолик будем нажимать, установка 30 и установка 0. То есть, чтобы нам не ждать нуля секунд, мы можем спокойно синхронизироваться к 30 секундам. Вот так примерно. Сейчас немножко пробежимся. Так. Шестёрки, пятёрки. Ничего мы тут не пропустили. Мне кажется, где-то я немножко в комментариях только вот здесь вот сшибся. А так-то вроде и нормально. А где же у нас… А, ну и тут тоже в комментариях. Всё, ну тут я не сшибся. Так. Посмотрим немножко. Отлично. Так. Последний должно быть седьмой. Седьмой. Ну давайте вернёмся в функцию. Тут ещё будет много чего интересного. Я думаю за одно занятие здесь нам не управится. Там код будет тяжёлый, потому что я хочу сделать профессионально. Ну, кто-то это назовёт меню. Конечно, это не меню. Меню – это другое. Это просто, так сказать, алгоритм перевода интерактивного показателя РТС. Ну, профессионально в том смысле, что будет отслеживаться, что угодно, в високосной, чтобы мы не могли поставить 29 февраля в невисокосной. А в високосной чтобы могли, чтобы в апреле мы не могли 31. Вот. Ну, самый тяжёлый из-за этого, конечно, будет у нас именно перевод года. Вот так. А тут у нас пока ещё не с года начнётся. Ну, давайте сегодня напишем, хоть что-то одно попереводимся. Так, свитч будем использовать с вами, кто смотрел мои предыдущие занятия и также кто вообще знаком с программированием в языке C и C++ знает, что такое свитч. Ну, соответственно, свитч мы все знаем – это переключатель. Отлично. Ну, вот. Кейс 1. Кейс 1 – это будет у нас число даты. Ну, даты, как известно, бывает число, бывает месяц и бывает год. Может ещё что-то бывает, но я не знаю пока. Что ж такое? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3. Ну, заготовим сразу мы число. Даты у нас тут будет, потом там будет месяц, год, день недели, часы, минуты, секунды. Отлично. Ну, год это не тот, который в готике, а году. Так, код собрался. Ну, давайте хотя бы сегодня мы с вами число даты попробуем. Ну, во-первых, нам нужно будет здесь вот перейти на определённый адрес. Ну, на адрес мы перейдём не нулевой, а посмотрим на какой. Ну, здесь вот к нашей микросхемке есть документация. Мы её смотрели с вами. Вот. Первый это у нас идёт секунды, минуты. Нулевой, первый, второй, третий, четвёртый. Вот мы с вами поэтому перейдём на четвёртый байт сразу. Что мы будем по ним там бродить ходить? Вот. Байт числа даты. Ну, если вдруг мы движемся вперёд. Значит, что if direction единица. Ну и соответственно, если мы не движемся вперёд. Ну вот. Но если мы не просто движемся вперёд, а если вдруг у нас ещё и месяц равен двум. Как раз как у нас в данном случае сегодня месяц как раз у нас равен двум. У нас на дворе сейчас стоит февраль 2016 года. Потому что, как известно, месяц второй он необычный. В нём не каждый год бывает одинаковое количество дней, а иногда и различается. так. Ещё условия тогда, раз такое дело. Вот сколько у нас условий. Но они все нужны. Мы же с вами профессиональные часы. Часы делаем. Умные. Мы разделим год на 4 и сравним остаток с нулём. Если он сойдёт с нулём, значит год, соответственно, у нас високосный. Как известно, високосный год делится на 4. Ну, так и напишем. Ну, тут напишем февраль. Вдруг кто не знает какой у нас второй месяц. Он будет знать. Ещё цикл. Как известно, у нас до восьми вложений циклов существует в C, поэтому нам не страшно. У нас есть ещё запас. Ну, если date меньше 29, то что мы будем делать с вами, если вдруг он меньше окажется чем 29. А вот что мы будем с ним делать. Мы будем их прибавлять на 1. Угу. Комментарий тут не надо. Вот так. Ну, давайте вот так скопируемся. Здесь мы будем их вычитать. Ну, не в этом случае. Если будет больше чем 0. И тут будет не if, а else. Нет. Не так. Это не тут. Вру. Здесь ничего не будет. Просто else и будет 1. Мы же с вами в прямом направлении пока что движемся, не в обратном. Вот так будет. Будем первый день ставить. До 29 дошли и потом с единички по циклу гоняться будем. Ну, если год не високосный, то всё будет у нас наподобие с вами. Ну, можно вот это конечно вот сюда. Да ладно. Пускай там-то место он не пролежит. Я имею в виду вот эту установку единички. Можно её было по-другому в одном месте использовать. Так. Ну, вот если у нас год не высокосный, так мы будем до 28 считать. Отлично. Ну, теперь у нас хорошо. Это у нас если февраль, а если не февраль, то кто же? Спросите вы. Для этого есть ls if. Могут быть различные здесь месяцы у нас. Например, апрель может быть. И не апрель может быть. Тоже вполне. Много кто может быть. Может быть и июнь, а может быть и сентябрь, а может быть и ноябрь. Ну, я думаю вы догадались. Это теми месяцы. Ну, или месяца, не знаю. В которых у нас с вами по 30 дней. Ну, соответственно мы делаем вот так в этих месяцах. Ну, остальных месяцев у нас много, в которых по 31 дню. Мы просто else поставим, потому что других вариантов у нас же нет. И вот так вот забираем вот это. Соответственно вот здесь вот 31 пишем. Всё. Отлично. Ну, если у нас с вами теперь будет направление назад. Вдруг случится. Так, вот это скобка. Ну, можно else. Ну, давайте всё-таки напишем if. Вот так. Ну, мы, наверное, всё заберём и немножко подправим. Зачем нам с вами сто раз списать одно и то же. Хорошо. Если февраль, год високосный, то что же у нас будет то, если дата будет больше у нас одного, причём не только тут и везде, то вот тут вот будет у нас минус один. Ну и везде, соответственно, будет минус один. Поэтому я нажму insert и произведу замены. Хорошо. Очень хорошо. А в другом случае, если вдруг она у нас равна будет единичке и мы захотим ещё её убавить, то ноль-то не бывает. А бывает вот здесь 29, здесь вот бывает 28, тут бывает 30 и тут 31 бывает. Отлично. Ну, давайте, наверное, включу я камерку. Всё-таки будем теперь работать с живым устройством. Нажмём запись. Вот у нас устройство подключено уже. Мы прошьём контроллер и проверим. Давайте сюда посмотрим. Нажимаем кнопочки. Вот мы с вами убавляем дату. Я думаю, всё там прекрасно видно. Вот мы прибавляем дату. У нас апрель вот здесь стоит. Соответственно, мы должны дойти до 30. Всё. И начинает всё у нас сначала. Вот. Прекрасно. Ну, я думаю, на сегодня мы уже сделали много с вами полезного. Поэтому всем пока. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.